Добрый день, подписчики и зрители канала. Хочу показать вам второй свой инструмент, который я приобрел вскоре в неделю. Разница с гипоидной пилой Makita, которую я уже демонстрировал на своем канале. Электролобзик Makita 4351FST, произведенного в Румынии. Насчет, кстати, сразу скажу по сборке. Качество у нее самое низкое. Мы пробежимся по характеристикам, регулировка до 5 скоростей. И маятниковый ход на минимальном режиме совершает вертикальные движения. А если маятниковый ход на максимум, то она еще создает движение вперед. Что я хотел сказать по сборке. Эта Makita у меня самая низкокачественная. Румыны есть румыны. При включении Makita, я еще обратил внимание, что вот этот замок самого полотна, он ходил вместе с вот так вот. Думал, это так и нужно. Оказалось, что при отливке заусенцы торчали настолько, что цепляли замочек полотна. И вместе с ним сдергался и вот этот фиксатор. Только потом, когда оборвалась, заусенцы оборвались, она перестала дергать. Ну, в остальном, что скажу. Если исключить момент низкокачественной сборки, лобзик хороший. Почему брал именно с грибовидной ручкой? Ну, для творчества. То есть, всякие изгибы, повороты, которые грибовидная ручка позволяет сделать. Скобовидная ручка сверху. Я думаю, она немножко больше ограничивает это. Ну, скобовидной у меня не было. Удверждать не буду. Так, что из минусов сборка? Сборка румынская, имейте в виду. В основном ничего хорошего, я так понимаю. Была еще накладка для мебели, но я ее потерял. Не потерял, она где-то в гараже лежит. И что еще из минусов? Короткий шнур. Шнур короткий. Раз. Два метра. Ну, где-то два метра, может чуть-чуть больше. Ну, не более двух метров. То есть, если взять гипоидную пилу, там четыре метра. Шикарный шнур, почти хватает. Здесь шнурок маленький. С учетом поворотов всех, которые ты можешь в ней совершать, шнурок часто начинает заматывать. Постоянно надо контролировать и то, и то. Вообще, конечно, эта пила в идеале должна быть на аккумуляторе. Но аккумуляторные пилы сильно дорогие, потому пришлось тогда с финансами туго. Ну, как и сейчас, в принципе. Подсветка до сих пор работает. С подсветкой ничего не случилось. В отзывах говорили, что перестала работать с подсветкой. Нет. Подсветка работает. Все работает. Регуляторы работают. Как видите, работы тоже хватало ей. Но не так много, как в Маките. Дисковые пилы. Но тоже хватало. Что еще сказать по ней? Ну, в общем-то, все. Все отлично. Провод мешает. Провод короткий. Подсветка работает. Пилит, в общем-то, хорошо. Звук приятный. Швейная машинка. Звук, как слышите, мягкий, приятный. Ничего. Никаких вопросов по этому нету. Я не знаю, насколько это плюс. Штампованная, в отличие от гипоидной пилы, штампованная подошва. В чем разница? Не знаю. Есть фиксаторы для определения размеров. Я не помню, были они в комплекте или нет. Этой пиле также 7 лет уже. Этому лобзику 7 лет. Мебельная до сих пор не потерялась еще. Ограничить только, чтобы это ДСП резать, по-моему, чтобы заусенцев было меньше. Не в курсе. Я даже не помню, как ее одевать. Если точно. Ящик. Кейс, как я говорил, люблю кейсы. Кейс, скажем так, не самого высокого качества. Также, мы же румыны, ничего не сделали. То есть, сам кейс. Тут все отлично, но завесов нету. То есть, как видите, уже есть вопросы по загибам. То есть, скоро он на две части развалится, на две отдельные половинки или не скоро. Не знаю. Когда развалится, Саш. В остальном, советую. Нравится. Нравится лобзик. Нравится его работа. Двигатель здесь 720 ватт. Чтобы грелся, нагревался до какого-то критического состояния никогда не было. В общем-то, хватает. Часто из этого колесика, я не знаю, там, румыны, не румыны. Из этого колесика часто полотно выскакивает куда-то. Вот как-то сбоку становится. Лобзик предназначен для кривой резки. А, еще, да, есть еще для этого. Вставляется на этот самый патрубок, идет в комплекте, для пылесоса. Им пользовался. Этим патрубком пользовался в квартире. Обрезал ДСП. Держать его удобно. Особенно, если бы не сетевой шнур. Вообще, можно было всякие канделябры выписывать. Да, древесина сыроватая, подмершая. Ну, уже, уже кривой рез. Видите, как красиво. Не удержать просто заготовку. Полотно меняется путем отжима фиксатора и вынимания полотна. В общем, из плюсов. В прошествии 7 лет рабочая подсветка, хороший двигатель, удобный инструмент. Настройки маятникового хода. Настройки скорость. Кейс. Ну, кейс такой. Плюс и минус. Завес их нету. Только он протянет. Ну, пока что, вот 7 лет прошло, пока нормально. Из минусов. Короткий сетевой шнур. Румынская сборка. Румыны есть. Румыны. Ну, в общем-то и все. Из минусов. А, ну и для кого-то плюс. Ой, штампованная. Не штампованная, а летая подошва. В комплекте идет накладка для обрезки ДСП. Пластиковая накладка на подошву для обработки с мебелью, чтобы не царапать. И трубка для пылесоса.